Всем привет! Меня зовут Татьяна, я премиум учитель Skyeng и методист, и сегодня у нас очень актуальная тема. Мы поговорим о том, как учить новую лексику, как заставить ее запоминаться, как оставить отпечаток в голове ваших студентов. Все это сегодня. Мы обсудим, почему студенты не любят учить слова, как это предотвратить, и я дам вам 10 техник, которые помогут вам актуализировать словарный запас ваших учеников. И новое слово — это большая радость для ваших учеников, это радость и успех. А радость и успех для вас — это скачать сертификат о посещении этого воркшопа, поэтому внизу под видео вы найдете ссылку, распечатываете, заполняете, пополняете ваше портфолио. Это поможет вам развиваться горизонтально и показывать, что вы что-то делать. Как говорится, без бумажки — вебукашка, а с бумажкой — сертификатом — человек. Также под ссылкой, под видео вы найдете всевозможные статьи из SkyTeach Magazine, которые дополнят то, что сегодня буду говорить я. А буду я говорить и вещать о том, что новые слова — это важно. Нельзя выучить язык, не изучая новых слов. Напишите внизу, что вам говорят студенты о изучении новой лексики. Не знаю, как для вас, но обычно мои ученики говорят, что учить новую лексику скучно, ее очень много, у них плохая память, они не могут связать это с их опытом, они не понимают, зачем им синонимы, зачем так много слов, зачем все эти лишние телодвижения. И, конечно, пассивный словарный запас, особенно между уровнем Intermediate и Upper Intermediate, он гораздо больше, чем активный. И тут вступает учитель. Учитель — это тот человек, который активизирует словарный запас, который превратит из все понимающего, но не говорящего ученика человека, который говорит и использует эту лексику. Учитель — это фасилитатор, который дает мотивационный толчок, чтобы ученик говорил. Одна из наших функций — создать безопасную, а главное увлекательную образовательную среду, которая поможет нашим ученикам вывести пассивный словарь в активный. И сегодня я бы хотела поделиться техниками, которые помогут это сделать. Вообще каждое слово языка — это кирпичик дома, который мы строим как учителя. Это как клетка организма. Без клеток не бывает организма, и нам нужно дать некоторый материал, с которыми потом будут взаимодействовать грамматические структуры. И наша задача — запоминаться. И чтобы запомниться нашим ученикам, мы должны опираться на два принципа. Это принцип регулярности и принцип креативности. Регулярность — повторение — это мать учения. Это невозможно переоценить. Та информация, которая регулярно повторяется, воспринимается мозгом как истинная. Когда мы повторяем пройденный нами материал, неважно по какому предмету, по какому языку, мы активизируем синаптические, мозговые связи. Мы снова прогоняем электрический импульс и тем самым укрепляем их. Это называется умным словом синаптический прунинг, то есть создание новых аксонов и дендритов в голове ваших дорогих студентов. Звучит круто, но по сути дела вы каждый день, каждый урок создаете новые нейросети и должны делать это грамотно, регулярно и творчески. Грамотно — значит систематически. Повторение должно быть систематически организовано. Важно возвращаться к тем темам, которые вы уже прошли. Мне здорово помогает Skyeng при обучении новому вокабуляру, потому что у нас очень удобное приложение. В нем можно видеть, какие слова ученик уже выучил, какие еще находятся только в прогрессе, какие упражнения он сделал. Можно добавить упражнения на нужную лексику, нужного уровня. И, однако, даже самое лучшее приложение не является достаточным, потому что важна роль учителя. Только вы знаете, какие слова ученик действительно активно употребляет. Важно ваше личное знание, общение с учеником, чтобы слово из пассивного перешло в активный. Очень часто слово бывает помечено как выучено. Часто ученики думают, что они знают слова, но по факту их не употребляют. Мы же должны их мягко подтолкнуть к этому. Каждое повторение, каждый ученик индивидуален. Каждому ученику нужны свои собственные схемы, потому что схема повторения для ребенка, схема повторения для взрослого, схема повторения для взрослого ученика, они не будут одинаковыми. Однако есть некоторые принципы, которые работают для всех. Так, для себя я придерживаюсь очень простого алгоритма. Я повторяю каждый прошлый урок, я повторяю материал этого же урока через один урок, потом я повторяю через две недели и повторяю через два месяца. Это основано на системе интервальных повторений, основанной в свою очередь на кривой забывания Эббенгаузера. Он советовал повторять через 24 часа, через 7 дней, через 16 дней и через 35 дней. Я предпочитаю подход через урок, через... на следующий урок, через урок, через две недели и через 45 дней. Обычного это является достаточно, но опять-таки зависит от памяти вашего ученика, вы лучше знаете, как он запоминает и как организовать повторение. И мы сами сейчас работаем над тем, чтобы улучшить наше приложение и включить регулярные напоминания, повторения определенной лексики для каждого ученика. Вы должны записывать, какую лексику вы повторяли, на каком уроке, какая лексика была пройдена, а также повторять, осмотреть, повторять регулярно и повторять креативно. Повторять креативно — это значит менять контекст, менять задания, пробовать новые игры, делать это активно и необычно. Именно эта необычность и смена заданий от просто... не только просто complete the gaps или же guess the word, а делание что-то самостоятельно в необычных учебных активностях — это то, что обеспечивает закрепление слова в памяти вашего ученика. Поэтому вы должны быть изобретательными и варьировать разные типы упражнений. Любой продуктивный тип активности гораздо лучше, чем репродуктивный. Продуктивный значит speaking and writing, то есть после того, как вы узнали слово, научились его узнавать, важно, чтобы ученик его написал, важно, чтобы он его произнес. Когда вы спрашиваете вопрос, спрашиваете вопрос общий, личный, по контексту, заставляйте учеников проговаривать лексику. Они не должны отвечать вам yes или no. Они должны вам отвечать, сразу давая ответ. Они должны проговорить полностью предложение и сказать то слово, с которым вы задаете вопрос. Это вопрос дисциплины. Вы должны с первого занятия приучить их полностью повторять за вами. И ваша креативность – это сфера вашей ответственности, и вы должны ее всячески развивать, предлагая ученикам разные упражнения, не полагаясь только на учебник. Контент и независимость – это наше все. Хочу предложить вам несколько упражнений, которые были для меня лично очень эффективны и вызывали бурные реакции моих дорогих учеников. Первое, наверное, мое самое любимое – это сторителлинг. Сторителлинг – это рассказывание истории с помощью набранного данного количества слов. У любой истории должен быть персонаж и должен быть свой какой-то сеттинг. Персонажем может быть сам ученик. О себе рассказывать всегда легче, и то, что мы рассказываем о себе, мы обычно запоминаем гораздо лучше. Однако у истории может быть какой-то другой персонаж. А если у истории будет завязка, кульминация и развязка, то поздравляю, вы учите просто Диккенсов и Толстых. То есть, представим, вы учите словарь на тему body, и у вас есть части тела, которые необходимо выучить. Обычно body делают в контексте medicine на уровне elementary, и у вас есть такой набор слов, как leg, head, eye, arm и так далее. Вы берете какую-нибудь картинку, на которой все это показывается, называете человека, пускай Джон или Билл, и вы просите ученика рассказать историю, как Джон или Билл ходил по врачам, как у него болело то-то и то-то. И таким образом, рассказывая о том, что лечил Джон и Билл, ваш ученик, связывая все это воедино, лучше запомнит саму лексику. История – это замечательный соединяющий механизм для вокабуляра. Более того, чем более абсурдной будет история, чем, наверное, более разрозненной, чем она больше будет походить на что-то оригинальное, а-ля «красный ворон летел по сине-зелёному небу», тем лучше ученики будут это запоминать. Также это упражнение можно использовать в группах и использовать групповой стрителлинг. Каждый ученик будет добавлять новое предложение в историю, посадите их кругом или же говорите по очереди, и при этом предыдущий ученик повторяет то, что было до него. Таким образом, они замечательно потренируют всю лексику. Можно это упражнение делать письменно. Особо хорошо оно идёт в группах, когда каждая группа, каждый ученик, каждый частник группы пишет одно предложение, дополняет другой, а потом вы, разделив их на группы, соревнуетесь в том, кто напишет самую смешную, самую интересную историю, и они таким образом задействуют максимальное количество вокабуляра, соревновательный дух. Это великий сподвижник нашей креативности. Попробуйте, не пожалеете, это всегда очень хорошо работает. Мы любим рассказывать истории, это древнейший способ передачи знаний и в том числе запоминания лексики. Вот, например, Гомер и Гомер, Одиссея и Илеада. Сейчас мы их знаем как величайшие литературные памятники, но на практике они были записаны для того, чтобы обучать греческому языку и использовались в первых греческих школах для изучения новых слов. Не обязательно быть Гомером, можно рассказывать свои истории и таким образом активировать свой вокабуляр. Второе, это тоже что-то на самом деле очень древнее. Это майндмэппинг. Мы хорошо запоминаем то, что мы нарисовали, то, что мы систематизировали самостоятельно. Вы можете использовать для майндмэппинга различные сайты и приложения. Я очень люблю Мира, Майндмастер, Группборд. Вы можете использовать даже доску, доску непосредственно, доску сообщений, которую я сейчас вам покажу в Zoom. И здесь, собственно, можно рисовать всевозможные геометрические фигуры самого разного толка. И вы можете их соединять и делать такой вот самый простой майндмэппинг, организовывать слова в группы и таким образом сделать понимание гораздо более легким. Майндмэппинг хорошо работает, потому что то, что на картах, мы запоминаем гораздо лучше. И пример майндмэппинга, их очень много в интернете. Например, посмотрите на самый, пожалуй, банальный пример. Это вот такая вот картинка по словам fashion. Дайте ученику неразделённый набор слов и попросите их на доске самостоятельно организовать по разным группам. Tops, bottoms, footwear, accessorize. Когда мы делаем категории, мы лучше запоминаем, что в них. Потому что наша память, она рассчитана на 5 плюс-минус 2 элементов. Когда мы группируем, мы лучше запоминаем то, что находится в элементах, то, что находится над ними. Поэтому создавайте схемы, делайте их яркими, используйте разные цвета. И, конечно, не возбраняется делать майндмэппинг с помощью рук, с помощью листов бумаги, с помощью ручек, чем чередовать аналоговые и цифровые способы обучения. Никто не возбранял, а только советовал. На наших руках большое количество нервных окончаний, и когда мы пишем, мы лучше запоминаем. Поэтому пусть ваши ученики имеют при себе тетрадку, ручку, и никогда не забывайте им пренебрегать, потому что это круто. Такие дела. Пойдём дальше. Помимо майндмэппинга, что ещё можно посоветовать? Майндмэппинг можно также дополнить метафорами. Метафора. Я искренне верю, что в каждом моём ученике живёт поэт и креативный человек, и это то, что нужно раскрыть, чтобы запомнить лексику. Например, она красивая, как роза. Она простая, как ромашка. Она незабываемая, как незабудка. Когда вы изучаете какую-нибудь чувственную лексику, связанную с какими-либо нашими чувствами, например, с цветами, с запахами, с едой, с одеждой, с погодой, попытайтесь перенести это как-то на человека и сравнить с другими людьми или с другими жизненными ситуациями. It sounded for me like a thunder. I was sad like it was raining. И так далее. Or she is proud like a peacock. He is clumsy like a penguin. They are dirty as pigeons. От уровня pre-intermediate и intermediate просите рифмы. Не только метафорами жив человек можете срифмовать rose и nose, chamomile и vile, forget me not, I've got. Напишите вместе смешной стих. Это любой юмор помогает нам лучше запоминать, и чтобы потом ваши ученики не чувствовали себя какими-то дураками и плохими поэтами, плохо рожденными Шекспирами, почитайте с ними элимерики. Элимерики – это маленькие стихотворные, абсурдные стихи, которые, такое ощущение, как раз-таки написаны людьми, которые изучали язык, например. There was a young lady whose nose was so long that it reached to her toes, so she hired an old lady whose conduct was steady to carry that wonderful nose. Поэтому поэзия – это ваш большой друг в запоминании, и вспомним Гомеру, Гомера, Илиаду и Одиссею. Они не столько рифмовались, они были силабически построены, построены таким образом, что у них было ритмизированное ударение для того, чтобы люди легче запоминали большие куски текста и, конечно, те слова, которые там были. Леонид греческий – ужасно сложный язык, не то, что английский. Но и в английском эти техники помогут вам лучше учить и учить запоминать слова. Упоминал древнегреческий, вспомню латынь, потому что латынь и древнегреческий для меня ассоциируются с этимологиями. Этимология – это происхождение слов. Если бы у слов была история, это была бы их этимология. И это действительно интересно. Мне кажется, этимологический словарь должен быть у каждого учителя, потому что за тем, как мы употребляем слова, стоит очень много значения. Итак, например, слово revolution, оно происходит от латинского слова revolve, что значит вращение, обращение, то есть возвращение к своей исходной точке. И, например, Коперник, его знаменитое произведение о вращении небесных сфер на латыни называлось de revolutionibus orbium kilestium, что значит revolutionibus – это как раз-таки о вращении небесных сфер. Таким образом, когда происходит революция, всё возвращается на круги своя, но допростят меня все, кто слушает. Или, например, слово case. Это не только случай, это также и падеж, а падеж родственное слово падение. Это происходит от латинского глагола kadere, что значит падать. И также это слово близко к слову chance и cascade. И в этом есть, мне кажется, большая глубина. Или, например, слово hazard. Оно кажется нам таким английским, но оно пришло из французского, в которую, в свою очередь, пришло из испанского и португальского, а туда оно пришло из арабского, и оно обозначает игральную кость. Поэтому рассказывайте своим ученикам случаи этимологии слов, особенно если им сложно запомнить. Поверьте, у каждого слова есть интересный корень, и то, почему мы произносим те или иные слова, имеет свои большие причины. Например, есть замечательная книга Дэвида Кристола The History of English in 100 Words. Очень рекомендую, мне кажется, для любого человека, влюблённого в английский язык. Это что называется must. Но не только английским языком сыт человек. Очень хорошо, когда ваши студенты уже знают какой-то один язык, не только английский. Я часто сталкиваюсь с студентами, которые знают немецкий язык, и в преподавании лексики я люблю проводить параллели, потому что английский и немецкий – это языки одной германской группы, и когда мои ученики находят то общее, что есть между этими двумя языками, они соединяют своё прошлое знание с тем, которое только предстоит получить, и таким образом их синапсы получаются ещё крепче и ещё активнее. Например, у меня есть ученица, которая в школе учила немецкий, а не английский, и когда мы проходили с ней неправильные глаголы, я говорила, а ты знаешь, что в английском практически всё то же самое. В немецком есть bring in, в английском есть bring. В немецком есть fliegen, в английском есть fly. В немецком есть machen, у нас есть make, в немецком есть swim, в английском есть swim. Находить такие параллели очень интересно, и очень часто с такими учениками мы делаем двойной словарь на язык, который они уже знают, и на язык, который они только, которым только предстоит изучать. Например, когда я преподаю немецкий язык моим ученикам, которые знают английский, я объясняю только на английском языке, и таким образом части их мозга, они лучше соединяются, и знания становятся еще крепче. Также интересно работать с учениками, которые знают французский язык, потому что после нормандского завелывания английский приобрел больше 10 тысяч французских слов, и, по сути дела, на треть его словарный запас стоит из французских слов, и очень интересно смотреть, как менялось их произношение и их употребление. Например, знали ли вы, что такие слова, как justice, menu, debt, passport, orange, они все имеют французское происхождение, и мои студенты, которые знают французский, получают дополнительное задание узнать, из какого языка не происходит ли новая лексика из французского языка. Также могу дать общий совет, если учите, особенно бигинеров, обращайте внимание на интернациональные слова, которые уже знакомы, такие как интернет, interest, ethical, football, collection, и вы уже получите, что ваш студент, ничего не делая, знает 200-300 слов. Это успех. И этот успех можно использовать как дальнейшую платформу для того, чтобы показать, что все возможно, и если знаешь один язык, то обязательно выучишь и другой. Поделитесь в комментариях, есть ли у вас ученики, которые говорят на других языках, отличается ли ваш опыт преподавания, от преподавания им, от преподавания людям, которые владеют только одним языком. Используете ли вы какие-нибудь лайфхаки? Мне кажется, билингвизм – это хорошее подспорье для любого учителя, и всегда интересно сравнить ваш уже ученический опыт, как вы сами учили языки, как ученики ваши изучали язык. Возможно, у вас есть какие-то лайфхаки для таких учеников, потому что часто бывают языки путаются, но если их часто используешь вместе, то лучше запоминаешь каждый из них. Также полезным для укрепления логики, понимания логики самого языка, синтаксиса, будет изменение частей речи. В английском языке они меняются очень просто, и с этим можно интересно поиграть. Попросите ваших учеников переводить слова в другую часть речи. Для начала просто возьмите текст или транскрипт аудио и попросите распределить по частям речи, по nouns, adjectives, verbs, adverbs и так далее. Попросите их найти, слова, а потом прогнать по максимальному количеству колонок. Допустим, у вас есть слово discovery, и я бы спросила, how it would be as a verb, and they say, to discover, and я спрашиваю их, what have you discovered recently? И они такие, I have discovered, I can learn English. And how would you say it as an adjective? Discovering or discovered? And я спрашиваю их, what things are hard to discover while learning English? Таким образом, они хорошо запоминают корень, и они повторяют словообразование, лучше понимая, как можно варьировать это и впоследствии другие слова. Делайте такие таблички с текстами самостоятельно. Мы можем делать это на виртуальной доске в классе в Newbox. В принципе, виртуальная доска доступна на других платформах и ничто не мешает вам их делать. Это здорово помогает понять то, как функционирует язык и помогает запомнить конкретные слова. Также делайте ассоциативные карточки. Представьте, что вы afraid, представьте, что вы психолог. Свободные ассоциации – это один из замечательных способов познания, что же за человек находится перед вами. Я делаю карточки для наиболее эмоционально заряженных слов, например, как beauty, event, patience, love, self-fulfillment. И потом я показываю их и спрашиваю. What associations do you have for this word? Я записываю ассоциации и вместе с ними составляю вопросы, приводя их к конкретному использованию слова. Например, what associations do you have with the word patience? И они мне говорят, for example, strength, power, understanding, kindness. And how can you show kindness through patience? Can you give some examples? И потом я прижимаю к стенке и заставляю говорить слово kindness и patience. Поэтому не гнушайтесь, также делайте ассоциативные карточки. Вы так лучше узнаете и себя, и вашего ученика. Это замечательная открывающая активность для урока, и она также хороша для повторения. Ещё хорошая открывающая активность, с которой хорошо начать вормап, для того, чтобы вспомнить материал прошлого урока, это, конечно, activity и taboo. Возьмите необходимые слова, покажите их ученику и попросите их загадать какое-либо слово и объяснить вам его значение, не используя однокоренных слов. Можете пойти дальше, сделать taboo, предварительно приготовив карточки и употребив те слова, которые вы хотите объяснить. Например, очень легко сказать, что towel is a thing with which you wipe off water after shower. Но если вам нельзя использовать слово water или shower или wipe, всё становится гораздо сложнее. И вот эта вот сложность, она заставляет формировать новые нейронные связи и таким образом запоминать лучше. Играйте, и это поможет вам быть лучшим учителем. Но геймификация, геймификация рознь, ей тоже нужно знать некоторое, нужно знать норму. Также сюда можно добавить акронимы. Я обожаю акронимы, потому что они всегда смешные и креативные. Мои ученики всегда предоставляют какие-то оригинальные варианты. Впервые идея использовать акронимы пришла мне, когда я была еще студенткой в одной из бизнес-игр. Нас просили представиться по первой букве нашего имени. Нужно было назвать себя прилагательным, тем словом, с которой начинается ваше имя. Я так думаю, ну, Татьяна талантливая, говорить как-то не очень скромно, поэтому скажу, какая Татьяна терпеливая. Наверное, сейчас бы я бы сказала Татьяна трудолюбивая, но с тех пор это запало мне в голову, и однажды я решила употребить это с моими учениками. Я взяла их имена и разложила их как акроним. Это хорошо раскладывать имена ваших учеников, когда вы изучаете такую тему, как personality adjectives. Так, например, Мария может быть mischievous, active, realistic, adventurous, inventive, and adventurous. Разложите имена так семьи вашего ученика, или же вы можете взять и разложить популярные русские акронимы, например, ОГЭ, изучая, скажем, овощи и фрукты. Orange, grapes, eggplant. Или, например, изучая экзамен, можно разложить ПТУ. Pass exam, tutor, university. Тоже хорошая игра и помогает всё вместить в небольшое количество. Можно сделать какие-нибудь политические игры по типу НАТО, ASEAN, EIEA, CSA, CAA. Это всё очень хорошо запоминается. И последнюю технику, последнюю по очерёдности, но не последнюю по значимости, я бы хотела рассказать о Дворце памяти. На самом деле, это что-то среднее между mind mapping и storytelling. Это рекомендация от Барбары Оукли, это замечательный специалист по обучению в своей книге, думаю, как математик. Она советует привязывать наше знание к конкретному месту. Человеческий мозг был сделан так, чтобы запоминать дорогу из леса домой и ориентироваться в своей пещере. Этот навык не потеряли мы до сих пор, даже женщины. Мы можем ориентироваться на местности и создавая ментальные образы дороги и помещая объекты, связанные с новыми словами, на своём пути, мы можем облегчить путь для нашей памяти. Попросите ваших учеников описать свой путь от входа в дом до того места, где они сейчас находятся, до их рабочего стола или до кухонного стола, где бы они ни были. Потом попросите их закрыть глаза и представить, что на их пути, как они идут, у них возникают картины и фотографии слов, которые иллюстрированы этими фотографиями. Допустим, вы проходите тему спорта, и вам нужно употребить новую лексику, и ваш ученик закрывает глаза и рассказывает вам, как он идёт к месту своего назначения, то есть к тому, где вы сейчас находитесь. I enter my house and I immediately can see a picture with a football match. It's a picture made when we scored a goal and we finished with a draw. After that, near the mural, I can see a painting, a painting of a scoreboard, and scoreboard shows that it was a draw, and nearby there is some shot of me playing volleyball. I'm kicking the ball. Таким образом, попросите их представить и описать картинки, вписать в контекст их место жительства, и они лучше это запомнят. Или же попытайтесь попросить их описать воображаемые объекты. Обычно это работает, когда вы изучаете что-то физическое, как тема, еда, одежда, игрушки, но, как я сказала, с картинами это замечательно работает. Поэтому используйте воображение, проектируйте путь вашего студента не только в его доме, но и непосредственно в образовании, будьте дизайнерами их образовательного опыта, пускай не гомерами, но создавайте их собственную одиссею, их приключения, для этого инкорпорируйте ваше обучение играм, добавляйте что-то интересное, заставляйте их быть активными, и вы будете вознаграждены студентами, которые помнят ту лексику, которую они запоминают, и благодаря этому они заговорят и скажут вам спасибо. Это лучшая благодарность для любого учителя, а еще ваша благодарность, ваша награда за то, что прослушали до конца, это скачать сертификат, поэтому скачивайте, делитесь вашими материалами, оставляйте комментарии, читайте статьи, которые найдете после этого видео, и задавайте вопросы, всегда рада ответить, спасибо за внимание, всего доброго, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok